Братья и сестры, здравствуйте! Есть такая мысль, общедоступная, такой трюизм даже своего рода, что правду говорят раздраженные враги или любящие друзья. Впрочем, друзья – это такие люди, они иногда ложь из уз друзей, это высшая степень любви к человеку. Но, в общем, враги точно говорят правду. Злую, но такую сыромятную. Значит, сермяжную, прошу прощения. Ну, сыромятную тоже можно сказать. Так вот, мы сами себя понимаем плохо, пока нам со стороны не скажут, кто мы такие. Существует такой вашингтонский, значит, в Вашингтоне, вернее, базируется, такой американский центр стратегических международных исследований. Он опубликовывает там регулярные доклады, в которых пытается проанализировать стратегию развития своих врагов, среди которых, собственно, мы номер один. И там есть такой плейбук, Кремлин плейбук номер три, такой, значит, сценарий Кремлевский номер три, в котором подвергается критике такой, значит, опасливой оценке стратегия московского, кремлевского, российского активного консерватизма. Так он, например, называется. Считается, что Россия берет на вооружение консервативные идеи, стремится сплотить вокруг себя консервативные силы в мире, недовольные разгулом либерализма, и это, значит, всех этих нео-нео-нео, такого нео-троцкизма и прочего в западно-американской, там и западно-европейской культуре. И главным базисом этого культурного противостояния, потому что в современном мире воюют культурные модели и разные формы цивилизации. То есть мы всегда будем врагами, потому что мы предлагаем некую альтернативу цивилизационного развития. Все остальное второе. И вот в этом докладе Вашингтонского этого центра в стратегических исследований утверждается, что базисом и фундаментом этого неоконсерватизма российского и активного консерватизма, который переходит в наступление при помощи СМИ, при помощи других вещей культурной, такой мягкой силы, значит, является церковь православная. Что без ее присутствия, без ее вообще фактического наличия и без ее такого базисного бытия внутри российского общества Россия не имела бы никакой идеологической базы для сопротивления Западу. Но ракеты ракетами, но нужно иметь в голове что-то другое. Чтобы ты навел там эту же ракету на своего потенциального врага, ты должен понимать, что он другой, и он тебе враг. И вот Россия имеет вообще иное мировоззрение, иные базисные установки жизненные, благодаря наличию внутри российской культуры и цивилизации российской, русской православной церкви. Это говорят наши враги. Потому что мы этого не понимаем. Русские, как рыба в воде, живут внутри православной культуры, но не ценят ее, как рыбоводу. Только вытащенные из воды рыба задыхается и чувствуют, что вода нужна, собственно, как человеку воздух. И хочет вернуться туда, но уже может, не может. Это уже такой вопрос теоретический. Так вот мы живем внутри нашей цивилизации, и известный факт, что наши эмигранты, вынужденные или добровольные, там, за рубежом, задыхаясь в тоске и ностальгии, с ума сходя в этих, значит, целлулоидных городках, прилизанных, вымытых шампунем, уже ныне наводненных мигрантами, они вдруг начинают еще больше верить, чем мы верим здесь. И любят свою Россию, свою родину издалека. Больше, чем мы любим ее здесь. И враги наши знают нас лучше, чем мы здесь, потому что мы, как рыба в воде, не понимаем воду. Так вот, согласно словам наших таких закадычных друзей, значит, заклятых друзей, главной базис российской инаковости – это православная церковь. Об этом Гоголь еще говорил, он говорил, что главное сокровище нашего дома мы не знаем. То есть попроси тебя показать. Покажи мне в твоем доме самое главное сокровище. Ты поведешь его в какую-нибудь там компьютерные приставки, а забудешь повезти его к коляске любимого первенца. Потому что у тебя в голове непонятно что, и ты сам не знаешь, что самое дорогое в доме твоем. Самое дорогое в российском доме – это православная церковь. Она нелюбима многими, а еще более многими неизвестна вообще. Они не знают ее, они живут как папуасы в своей собственной стране, как бы ходят мимо этих храмов, не перекрестясь. Не знают ни учения церкви, ни истории ее, ни сегодняшней жизни ее, ни проблемы ее, ни радости ее, ни побед, ни поражений. То есть не знают ничего. Ну, как папуасы. Живут просто какие-то, значит, как те же самые мигранты из Африки, значит, в Западной Европе. Они знать не хотят и не хотят знать ничего вообще об этом стране, куда они приехали. Так живут многие у нас. Если бы русские были православными, ну, по-настоящему, не были бы вот так вот православными, по-настоящему верующими людьми, любящими церковь, знающими ее, церковь бы заплатила им за это. Она бы с благодарностью отдала бы им все свои дары. Мудрости, развлечения духов, крепости, ведения, знания духовного, значит, и так далее и тому подобное. Мы были бы богаты очень. И мы этого не знаем, в чем проблема. Собственно, мы себя не идентифицируем как хранители нравственности в мире и как, значит, борцы, активные борцы с альтернативной идеологией против современного неолиберализма. Мы себя такими часто не чувствуем. А вот они, враги наши, они сканируют нас гораздо лучше. Они понимают, что у них есть вот это и это сильнее всего остального. Это сильнее ракет, это сильнее там балета, большого театра, это сильнее русского кинематографа, который дохлый на самом деле по сравнению с кинематографами у многих других стран. Это сильнее вообще всего. И вот мы должны с вами, братья и сестры, прислушиваться голосу врагов, потому что это самый честный голос. Они точно называют наши проблемы и точно называют наши точки силы. И вот проблемы наши мы знаем без них, в принципе. А вот точка силы нашей – это православная церковь. Она дает и генерирует новые смыслы, дает нам силу сопротивляться любым духовным проблемам, и она, в принципе, под знаком ее, под знаком церкви, под крестом Господним проходит вообще наше будущее, которого не будет в принципе, если мы отвернемся от церкви до конца. Так говорят наши враги. И это достойный внимания голос. Никто больше правды нам не скажет. Думайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова